13.05 на часах и в эфире особое мнение в студии Дарита Пузлеева и мой сегодняшний собеседник, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиза Гаев. Азиза Георгиевич, здравствуйте. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция, эфир, а также видеотрансляция и студия идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете успеть и задать через форму анонсов на нашем сайте echokirova.ru. А мы начнем с новости о том, что Миноборнауки определила наконец 11 вузов, которые станут опорными. Ожидаемо, в принципе, в него вошел Лавиатский госуниверситет. И министерство заявило о том, что вузы победители конкурса получат финансовую поддержку. Речь идет о субсидии, доходящей до 200 миллионов рублей. В год причем. Да, но насколько реально в нынешних экономических условиях реализовать финансово эту программу? Потому что ряд экспертов уже высказали опасения, что, в принципе, справится с этим бюджетом. Ну, давайте сначала поздравим наших коллег с тем, что они стали победителями этого конкурса и получили 200 миллионов в год. Там на три года, по-моему, рассчитано. Потому что никогда деньги лишними не бывают. Вопрос в том, что хватит ли вообще в бюджете денег. Я думаю, что вообще проблем с этим не должно быть. С выплатами таких сумм всегда есть. Варианты, резервы и так далее. Меня очень немножко смущают цели выделения. То есть, раз ты объединился, мы тебе выделяем 200 миллионов, значит, на... Но я так понимаю, выделяют все равно под программу развития опорного вуза? Вот, да, под программу развития. Но в том числе с учетом того, что вузы должны будут максимально близко находиться в кооперации с непосредственно с потребителями выпускников, то есть с теми, с работодателями, кто с этими выпускниками впоследствии будет работать. И вузы должны стать, собственно говоря, научными центрами. Научными центрами, которые разрабатывают какие-то инновационные технологии и их размещают... Ну, то есть, чтобы не в пустую, словно говоря, выпускать специалистов. Да, вроде заявлено очень хорошо, очень хорошо. Но задача будет не из легких, потому что для того, чтобы студент начал свою научную работу сразу в интересах какого-либо конкретного бизнеса или конкретного предприятия, он должен знать, что это за предприятие, первое. И, второе, преподаватели, которые... И это самый сложный вопрос будет для вузов. Преподаватели, которые будут преподавать этому студенту давать знания или умение работать в тех или иных условиях, они должны хотя бы представление иметь о том, как работает то или иное предприятие. И это, причем, относится как к техническим, так и к гуманитарным дисциплинам. То есть, в том числе, если, например, на юристах это более-менее видно, но не все преподаватели, преподавающие эту дисциплину, имеют какую-то конкретную практику адвокатскую, судейскую, или прокурорскую и так далее. Или те, кто имеет, например, они имели его давно, например. Хотя вот многие по юридическим дисциплинам... Но мне кажется, это дело должно хватить и на то, чтобы кто-то какую-то практику организовал. По юридическим дисциплинам хотя бы стараются, например, это отследить. А вот что касается экономических, технических дисциплин или каких-то других гуманитарных дисциплин, не знаю. То есть, требования очень высокие. Вот, соответственно, с теми целями, которые ставятся перед ВУЗом, причем эту цель-то можно было и не перед объединенным ВУЗом ставить. То есть, это объединение, это, наверное, я даже не знаю, для чего, какой-то способ там, типа, что в одном городе мы не могли скооперироваться. Проблема в том, что у нас огромные вопросы с научными школами, с направлениями развития, как с техническими, технологическими специальностями. И, соответственно, встает вопрос, хватит ли этих денег тогда. Вопрос в том, что, ну, хватит ли этих денег, чтобы научную школу создать. Ну, да, наверное, стоит такой вопрос. Наверное, стоит такой вопрос. Но я не хочу сказать, что наши сегодняшние ученые и преподаватели не способны. Наверное, они способны. И, наверное, я не видел программу развития, которая презентовалась. Вот, поэтому я сильно много об этом, как бы, говорить. Но было бы интересно почитать, вот, потому что там должны быть не только обозначены цели, задачи, там, и направления использования этих средств, но и механизмы, как все-таки вот те цели, которые министерство образования декларирует и ставит во время, и ставил во время проведения конкурса, как они в этой программе, в этом программе развития нашли отражение, и реально или нереально. Ну, при этом мне могут возразить, что там тоже были крутые эксперты, там, и все, значит, они увидели в этой программе. Ну, я не возражаю против крутых экспертов, но все-таки интересно было бы, как, значит, жителю субъекта, где... Цель статистического вопроса... Да, да, просто посмотреть, вообще реализуемо, или просто так вот надо было объединить УЗы, например, уменьшить их количество, чтобы в будущем меньше тратить денег, что ли на них, я, честно говоря, не знаю там. То есть эта цель, с целью, которая продекларирована, то есть сам процесс объединения, с целью, которая продекларирована в министерстве образования во время проведения этого конкурса, не очень, ну, корреспондирует, скажем так. То есть подтянуть можно, что в результате объединения то, сё, третье, пятое, да? Ну, то есть одно другое исключает? Не то, что исключает, но не предполагает, скажем. То есть поставлена цель сблизить, там, скажем, знания выпускников с тем, что требует практика, да? То есть, ну, пожалуйста, что мешало это? Не объединять, но для этого не обязательно. Да, и поставлена цель, там, например, что касается научных школ, да? Ну, я не знаю, сильно ли совпадающие, например, у нас были специальности, ну, кроме гуманитарных, там, в ВГГУ и ВГУ. Ну, вот так, в прикидку сразу. Ну, вот как вы считаете, научные школы на базе двух, там, например, кафедр каких-то создать, там, где и там сильные учёные идут, и это поможет, даст такой эффект, что появится мощная научная школа. Тем не менее, ещё раз поздравляю, что они получили и выиграли этот конкурс, да, и желаю им успеха. Ну, то есть финансово вы считаете, что Миноборнауки, если заявил сумму, да, я думаю, что они смогут обеспечить не такие-то большие деньги для федерального бюджета. — Немного мне хотелось бы вклиниться в заранее запланированный сценарий. В Общественной палате на очередном заседании комиссии по вопросам экономики обсуждали строительство архитектуры, пригласили Ирину Рубцову, начальника управления, собственно, градостроительства архитектуры города. Там поднимался вопрос о том, что, знаете, наверное, что был принят федеральный закон, который ограничивает застройку в исторической части города, и на заседании повернули вопрос под таким углом, что историческая часть города сейчас окажется фактически законсервированной. Если будут застраивать периферию, а это придётся делать из-за этого законопроекта, возникнут проблемы с транспортом, а сейчас то, что мы застраивали исторический центр, центр, в принципе, города, неужели не было проблем с транспортом сейчас, когда мы возводим торговые центры, которые не подкреплены должным количеством парковок? Вот, по вашему мнению, город должен развиваться вверх или всё же вширь? Считаю, что вширь. Если развиваться, то вширь. То есть сейчас нам просто пытаются представить это некой стагнации, то есть всё, исторический центр заморозили, никакого развития не будет? Нет, ну, вот такая постановка вопроса предполагает, что вы видите развитие только если оно растёт в высоту и растёт в виде жилья, ну, или в виде высоких там торговых центров, да? Ну, вот развиваться-то можно по-разному. Можно центр сделать большим местом, кто-то делает деловым центром, кто-то делает развлекательным центром, там, как угодно. Но где-то и то, и другое одновременно. То есть я видел достаточно городов, где центр является местным и деловым днём, и, значит, после работы является развлекательным центром. Люди ходят по центру, всю ночь горят огни, везде светло, везде музыка, везде там работают, там и так далее, и так далее. Я противник вообще застройки выше и выше и выше. Понятно, что с точки зрения экономической эффективности это выгодно. Но с точки зрения качества жизни, ну, очевидно, что нет. Потому что это фактически теснота. Это ты живёшь в своей квартире, а как только выйдешь во двор, там невозможно будет, значит, пропихнуться. Ну, пусть, как бы, посмотрят вот эти... И парковок нет, правильно? Значит, строят не в соответствии с тем, что вот завтра по этой улице можно было бы широкую дорогу поставить, ну, там, проложить. А просто вот, ну, пока вот есть, вот, как бы мыслить с сегодняшним днём. Я считаю, что вот сегодняшнее развитие нашего города – это огромная ошибка как главного архитектора города, так и предостроительного совета. Вот это их ответственность. Это в какой-то мере простят они. Это, с моей точки зрения, свидетельствует об их некомпетентности как специалистов. То есть неумение увидеть город, там, через 20 лет, неумение уловить тенденции. То есть я считаю, что хорошо, что в центре больше не будут. И вообще, люди, стремитесь не к высоту. Лучше пошире, чтобы вышел, чтобы у тебя хотя бы... Во дворе что-то было твоё, цветочки, не знаю, там, ещё что-то. Чтобы машину спокойно приехал, поставил. А ещё лучше в развитии города учитывать ещё транспортную составляющую. Вот меня иногда спрашивают, что когда я, там, живу за городом, то я бы был готов пользоваться общественным транспортом. Да, я бы был подъехать к городу, оставить машину, пересесть на общественный транспорт, который меня через 10 минут доставит в центр. Готов, но никто этого не делает и даже не планирует. Понимаете? И, соответственно, получается, что каждый думает сам о том, как добираться, там, да, на работу, там, и уезжать с работы. Каждый решает это, там, свои автомобили покупают, там, всё больше и больше. И посмотрите сегодня, пройдитесь по центру. Ну, то есть вместо того, чтобы развивать общественный транспорт, который мог бы как-то и справиться с проблемой этих парковок... Конечно, мы начинаем заниматься совсем другими вопросами. У нас и пропускная способность дорог по разным причинам не очень высокая. И общественный транспорт. Вот общественный транспорт у нас конкретно в стагнации находится. Никто не обращает внимания. То есть это, собственно говоря, в том числе ошибка архитекторов, которые тоже вместе с строителями за длинным рублём как бы гоняются. Вот хорошо, я выбью, я член Глава строительного совета, я смогу доказать, что это здание в такой-то высоты должен тут находиться. Строители вместе с ними, там, и так далее, и так далее. Ну, вот о высоких зданиях обсуждалась также стройка на Казанской, 24. И Рубцова заявила, что в управлении известно о том, что застройщик в нарушении разрешения начали уже возводить шестой этаж, хотя там по разрешению пять этажей. Гороадминистрация обратилась в гостроенадзор с просьбой провести проверку. Почему у нас застройщики считают, что вполне безопасным в обход всех запретов вдруг возводить лишние какие-то этажи? Смотрите, то, что делает застройщик, он всегда делает в соответствии с условиями, в которых он находится. То есть мы всех застройщиков знаем, мы с ними видимся, здороваемся, и так далее, и так далее. Значит, он считает, что в данном случае нарушение закона не является для него опасным. Значит, он считает, что или у него есть определенные договоренности с теми органами, которые осуществляют контроль, правоохранительные или там Архнадзор, что никто не даст ему предписание остановить строительство. Никто не запретит ему делать. Если он нарушит это предписание, то ему ничего за это не будет. А если и будет, то те издержки, которые он понесет, ничто в сравнении с тем, что он приобретет. Сносить, грубо говоря, лишние этажи никто не заставит. Да, сносить, потому что у нас уже такие были ситуации, когда сносить никто не заставлял. На самом деле, мне кажется, что в таких ситуациях надо такие вещи делать. И, соответственно, очень достаточно сильно. Это мощная организация, которая строит. Слава Богу, что они мощные. Но при этом мы должны знать, что они на учете, по-моему, даже не состоят в Кировской области. Это хорошо, что они строят, молодцы. Хорошо, что они развиваются и пытаются добиться высоких экономических результатов. Плохо, что эти результаты никак не балансируются интересами города и региона. Никак. То есть, грубо говоря, застройщик понимает, что безнаказанность. То есть, ему за это ничего не будет. Ну, безнаказанность или, как обычно принято, решу вопрос. Решу с нужными людьми. И, почему-то, мне кажется, что вопрос действительно будет с нужными людьми решен. С нужным будет решен, ничего за это не будет. Ну, все. То есть, а иначе-то как? То есть, смотрите, если уже идет, и все об этом знают, об этом написали. И никто ведь не приостановил те, кто имеют право. На самом деле, об этом стало известно еще на новогодних праздниках. И в прессе появлялась информация, что они строят и ночью, и днем. И явно такие темпы не для того, чтобы свои пять этажей построить. И никто не останавливает. То есть, хотя это можно, пожалуйста, сразу подали, приостановили. А уже за запрет уже, за нарушение запрета можно там уже и по полной. Что-то подхватить. К другой теме перейдем. Налоговики собираются штрафовать граждан банкротов. Поясню немного. В случае, если гражданин, не способный расплатиться с долгами, не подал в суд на свое банкротство, налоговый орган должен его оштрафовать за нарушение закона. Такое указание разослало руководство Федеральной налоговой службы по регионам. Штраф составляет порядка трех тысяч рублей. Вообще, полномочия эти штрафовать должников появились в конце еще прошлого года. Но пока этими полномочиями не пользовались, почему сейчас? То есть, в налоговой посчитали, что граждане уже адаптировались к новому механизму процедуры этого банкротства, и уже можно начинать всех штрафовать? Или с чем это связано? Мне трудно объяснить такие решения. То есть, если гражданин банкрот, то, как я с экспертами, значит, тоже вопрос обсуждал, с экспертами по банкротству, они говорят, что для процедуры банкротства гражданина необходимо, ну, примерно 100 тысяч рублей. Ну да, это тоже не бесплатно. Да. То есть, эти 100 тысяч рублей должны быть либо на депозите сюда кем-то внесены, либо, значит, на себя должен взять это арбитражный, там, значит, ну, специалист, который проводит банкротство, арбитражный управляющий, конкурсный управляющий, либо сам гражданин. Извините, если у него 100 тысяч рублей вот так вот, как бы где-то валялись, то... Он бы же начал выплачивать свои деньги. Наверное, бы он начал долги, так сказать, каким-то образом выплачивать. Соответственно, вопрос возникает, ну, хорошо, ну, вот разослали письма, ну, давайте оштрафуем еще на 3 тысячи рублей, которые взыскать невозможно, да, ну, нет у него этих 3 тысяч рублей, да, нету. То есть, гражданин банкрот, то есть, мы что, хотим утяжелить, государство хочет утяжелить его участь или эфемерно доначислить какие-то там... У нас доначислять очень любят, не всегда потом эти доначисления в бюджет переходят, но, значит, тем не менее, да. Какую цель мы в данном случае преследуем? Я затрудняюсь, честно говоря, вот... Просто изначально этот законопроект подавался под соусом, что действительно облегчить участь тех людей, кто попал в сложную ситуацию, но по мере того, как это все развивается, становится понятно, что легче ты никому не стал. Ну, потому что, ну, нету денег-то на эту процедуру. Ну, если... Я понимаю, когда юрлицо банкрот, говорят, ну, давайте возложим на учредителя этого юрлица, да, может быть, учредители там есть или еще на кого-то там банкротство. Хотя мы знаем, что это не всегда получается, и когда юрлицо, значит, банкрот, даже в отношении многих юрлиц не начинают эту процедуру, потому что нет имущественного покрытия для расходов, да. Сейчас граждан, почему не идет процесс, потому что нету денег у граждан, если вам банкрот, и так банкрот, значит, сам механизм, значит, страдает, сама процедура неправильная, значит, нужно таким образом сделать, чтобы гражданин банкрот в этом случае, который будет потом поражен в правах, между прочим, там, в течение пяти, там, лет, да, после процедуры, да, он будет поражен в правах, чтобы этот гражданин-то взамен того, что его, там, поражают в правах, вот он идет на банкротство, ну, хотя бы какое-то облегчение получил, а иначе что у нас возникает? У нас возникает, что опять принят закон, нет механизма, исполнять его никто не собирается, но налагать штраф на, значит, гражданина, которая не имеет возможности, значит, процедуру банкротства, чисто формальный, опять, состав вводят, значит, хотят ли вводят, значит, почему? Потому что получается, что гражданин-то должен что сделать? Он должен подать заявление на банкротство, а суд ему арбитражный откажет, потому что скажет, денег нет. То есть гражданин напишет суд, значит, будет загружен налоговики и придут, посидят на судебном заседании, там, да, свое мнение выскажет. Да, все поработали, значит, времени, видимо, мы все время говорим о том, что у судей перегрузки, да, ну, давайте еще, значит, там, формальные какие-то, зачем, смысл в этом какой? То есть дело от них не в том, что кто-то там привык или не привыкли. Да, ну, раз у него есть обязанность написать заявление, вот пусть, а раз не пишет этот гражданин заявление, давайте мы его оштрафим, так, извините, тут ведь еще один аспект есть, ведь мы с вами постоянно обсуждаем здесь вопрос о том, что, а сколько граждан, какой процент граждан знает вообще, как это заявление писать? Незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности, да, это все любят чиновники, значит, любят там правоохранительные органы, там, судьи это любят повторять, но, извините, сколько процентов граждан знают, что такое вообще процедура банкротства и как вообще писать это заявление о банкротстве, понимаете? То есть я понимаю, раньше было все проще, незнание закона не освобождает от ответственности, то есть убивать нельзя, воровать нельзя, значит, бить нельзя, там, понятно, это вещи, которые, ну, очевидные, да. А вот не написать заявление о банкротстве нельзя. Ну, к скольким людям приходит в голову это? Ну, то есть здесь еще должна быть какая-то разъяснительная работа. Ну, значит, вот этот принцип, о котором все утверждают, он должен применяться в данном случае к определенным ситуациям, а к определенным незнание закона не освобождает, не должно применяться. Еще раз говорю, примерно 2,5 тысячи в год принимают законодательных актов. Юристы не успевают все их проработать. А что говорите об обычных людях? Сколько вы прочитали в этом году законов дали? Ну, в этом году еще мало. Ну, нет, в любом случае мы, конечно, я читаю... Сколько процентов из 2,5 тысячи? Не все законодательные акты, которые выходят. Да, но это при том, что вы читающий, квалифицированный, постоянно изучающий, там, все новости, там, и так далее, человек, правильно, да? Вы, может, слышали, что что-то там, какой-то закон вышел, а содержание-то его не знаете. Вот в чем проблема. Даже если у тебя есть доступ к этому закону, я не думаю, что каждый сможет сходу разобраться в каких-то тонкостях. Абсолютно, вы абсолютно правы, тем более, если они принимаются в виде изменений к предыдущему закону. То есть иногда там получается цепочка целая из документов, туда-сюда изменения, то есть нужно искать предыдущие, соответственно, ну, понятно, что кто-то может с этим не сразу справиться. Поэтому я вот думаю, что очередная глупость, значит, которая не будет реализована, не будет, то есть цели, поставленные принятием этого закона, достигнуты не будут. То есть как он не знал, как писать это заявление, он даже после того, как его оштрафуют, знать не будет. Наоборот, он будет еще больше пытаться уклониться. Люди, как правило, уклоняются любым способом, особенно то, что считают они несправедливым, они стараются те наказания, которые можно избежать, они стараются полностью их избежать. Ну, учитывая то, что обычно у нас в стране придумывают, как избежать, я думаю, здесь тоже скоро что-нибудь сообразят. Вот в продолжение темы банкротства, в прошлом году было завершено почти 300 производств о банкротстве, в их числе и Лекон, Слободская фабрика Белка, Кирафавия, то есть это те предприятия, которые уже больше не существуют. Если верить многочисленным экспертам, дна кризиса мы еще не достигли, вот какова судьба в этом году будет кировских предприятий? Возможно, что мы кого-то еще потеряем, потому что тот же НЛК в прошлом году уже не платил по кредиту, привлеченному в счет госимущества, потому что не было денег. Усугубится ли тут ситуация? Вот тут вопрос как бы касается чего, если мы будем говорить просто чисто о статистике, вот статистически, наверное, не усугубится, потому что, ну, те, кто на плаву и работают, они будут работать, продолжать, да, а те, кому плохо, наверное, вот это и будет заканчиваться в итоге банкротством, да, потому что у нас уже, ну, ситуации, тут очень много говорить, можно обо всех аспектах, но мне кажется, что увеличение количества банкротств вот таких предприятий, системы, образующих или, как это сказать, значимых, не будет. Ну, просто вот относительно 2014 года рост заметен. А это все, заметьте, что это все банкротства, которые в свое время были начаты в 2012, там… Ну, да, это те предприятия, которые испытывали давно финансовые трудности. А вот в этом году, вот в 2015… Ну, вот на ваш взоркий взгляд, нет у нас таких вот претендентов, кто, возможно, не сможет удержаться на плаву? Ну, вот я как бы не вижу, чтобы сильно много таких было предприятий, потому что в основном сейчас остались военно-промышленный комплекс, сельскохозяйство, которые, учитывая сложившуюся ситуацию, в любом случае будут на плаву. То есть крупные предприятия останутся при своем, а мелкие не особо сильно повлияют? А мелкие никто и не считает, никто и не считает, против них все время принимаются какие-либо законы, меры и так далее. А им все равно, потому что предприниматель у него характер такой. Если он предприниматель, ну, ты его уронишь, он встанет, снова начнет. Есть люди, которые по шесть, по десять раз падают из-за различных административных процедур, государственных или экономических причин, например, недоступности кредитных средств, неумений вовремя перехватиться. То есть кризис для них здесь будет просто еще один раз? Еще один раз будет, и для них это не страшно в этом смысле. Но я хочу сказать, что многие из них научились, и я вот знаю предприятия и бизнесменов, которые и в этом кризисе для себя нашли новые возможности. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Мы возвращаемся в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Токузлеева и мой собеседник, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа» Зизагаев. Мы говорили о судьбе кировских предприятий в 2016 году. В продолжение темы поступил вопрос о том, что в федеральные СМИ пишут, что крупные предприятия начнут вводить неполный рабочий день. Что вы думаете о такой перспективе? Ну то есть я так понимаю, наверное, насколько это поможет удержаться на плаву как раз таки предприятиям? То есть вообще, насколько будут применять работодатели такую меру? Да, могут применять, потому что работодатели сейчас ищут способ снизить свои издержки. Дело в том, что мы до сих пор, я уже несколько раз говорил, что мы третий год находимся в кризисной ситуации, а до сих пор внятной экономической политики от правительства не услышали. И не облегчает положение правительства то, что Путин сказал во время ответов, что это в том числе и его вина. Ну, вина-то надо, чтобы кто-то отвечал за это, за то, что происходит. И сегодняшняя антикризисная программа, которую пытается составить правительство, которая к первому февраля, то есть мы на 16-й год, антикризисную программу на 16-й год, мы готовим к первому февраля, да, наше правительство. Вовремя. Да, почти что вовремя, да. И пока даже намеков нет на то, чтобы они реально думали о том, чтобы наша экономика развивалась. То есть в прошлом году, значит, залили деньгами банки, которые так и до промышленности не дошли. Да, они дошли, и до бизнеса не дошли. В этом году еще, значит, какие-то суммы не очень понятно, куда они пойдут, какие-то четыре приоритетных отрасли. Меня очень повеселило, значит, высказывание там министра энергетики Новак, который сказал, что очень сильны административные барьеры, административное давление на топливно-энергетический комплекс. Очень веселое высказывание. В то время как у нас в промышленности серьезные вопросы. То есть у нас, ну, мы можем посмотреть по судьбе наших предприятий. То есть я хочу сказать, что на сегодняшний день, если будет экономическая политика строиться так, как она строится, и никто не будет отвечать за то, что уже третий год внятной экономической политики, куда развиваться, как развиваться, какими способами, ответа на эти вопросы нет. Значит, экономики, в экономике явно и очевидно не хватает денег. Для экономики деньги это как вода для человека в пустыне. Если мы сегодня говорим, что экономика обезвожена в этом смысле процентов на 40, вот представьте себе, если человеческий организм будет обезвожен на 40 процентов. То есть он может еще думать, но уже шевелиться-то уже не может. Поэтому вполне вероятны такие сценарии, когда промышленные предприятия будут всеми способами снижать свои издержки. Но уже выплывать будет кто как может, в том числе за счет таких денег? В том числе за счет того, что будет снижать выплаты по заработной плате, потому что надо выжить. А правительство, на ваш взгляд, пойдет все же на урезание бюджета и, соответственно, след за ним регионы? Ну, в каком-то смысле они пойдут. Во-первых, всегда есть в правительстве резервы, которые давно надо было уменьшить. В каком-то смысле пойдут. Но тут ведь есть такая опасность для них. Ведь выборный год у нас, как бы, 16-й. То есть выборы будут. Как бы не обидеть избирателей. Вот как бы избирателей не обидеть, понимаете? Поэтому сейчас не умом они будут действовать, да, а другим местом будут действовать. От страха, чтобы вдруг там не выберут там и так далее. Я хочу сказать, что вот за все, что творится, ответственно в том числе и вот руководящая и властвующая партия, которые вместо того, чтобы, значит, критиковать правительство, да, выражать ему в тех или иных случаях, вот он, недоверие там, да, они все время смотрят в рот президенту. У нас сегодня получается, что президент за все ответственный. Он же и признает, что он ответственный там и виновен в том числе за действия правительства. Но я считаю, что правящая партия, которую большинство имеет, которая в любое время могла бы выразить те или иные соображения относительно экономической политики, я говорю только по экономической политике. Надо чуть-чуть поправить президента. Хотя бы чуть-чуть поправить. Но это мы с вами понимаем, что это утопия, потому что кроме президента, похоже, настоящих мужиков в стране нет. Вот это правительство напрямую виновно в том, что сегодня творится в стране. Напрямую. Ну, если у нас урезание бюджета все же ожидает, вот в Кировской области, на ваш взгляд, что трогать точно не стоит? Нет, в Кировской области? Да. То есть, вот что еще можно урезать, где можно затянуть пояс, а куда лучше точно не соваться? И не из-за того, что мы обидим избирателей? Я думаю, что, например, можно на две трети сократить количество заместителей губернатора. Но на это много все равно, наверное, не сэкономить. Ну, как по 100 тысяч в месяц, значит, 6 заместителей, значит, по 100 тысяч в месяц, это будет 600 тысяч в месяц. 600 тысяч умножься на 12, это будет 7 миллионов 200. Ну, не знаю, для кого-то копейки, а для кого-то уже решение многих проблем. Ну, и так далее. То есть, нужно управляющую систему оптимизировать, прежде всего управляющую, потому что все остальные системы, там, социальные, там, или, ну, экономической поддержки практически нету в области, поэтому тут, как бы, очень мало. Ну, и другие, там, если посмотреть систему, то есть, там надо очень аккуратно, то есть, смотреть, какая функция имеет значение, какая не имеет. Ну, и внимательно... А неприкосновенном что должно остаться? А неприкосновенном обучении, здравоохранении. То есть, вот есть такой, есть такая притча, когда король едет по дороге, смотрит, человек работает, и он спрашивает, значит, что ты делаешь? Он говорит, ну, себя кормлю, долги возвращаю и в долг даю. Король не понял, он там сидит, в поле работает, там, что-то делает, что за ответ-то такой? Там, всех мудрецов собрал, никто объяснить не может. Ну, потом позвали, он это спрашивает, я что-то недолго, как бы, рассказывать. Так что ты ответил-то? Он говорит, ну, как, себя кормлю, что, непонятно, работаю, себя кормлю. А что, значит, долги отдаю? Папу, маму кормлю, долги отдаю. А что, значит, в долг даю? Детей кормлю, обучаю, в долг даю. То есть, что касается папы, мамы и детей, их здоровья, обучения, это святое. То есть, отсюда нельзя убирать. Отсюда нельзя убирать. А себя, с начальников, которые над тобой сидят, бессметное количество, которым нужно прийти тебя проверить. Значит, а если проверил, просто уйти нельзя, предупредить или помочь тебе, нужно штраф выписать там и так далее. Вот их всех надо систему оптимизировать. И я думаю, что тогда у нас денег будет больше. Дело тронется. Еще немного о кризисе. Мы сегодня всю программу о кризисе говорим. Рубль в начале торгов в понедельник поднялся до максимума за последние 10 дней. А вот сегодня уже опять опустился. Да, и сегодня продолжает падать. Вы сами следите за курсом валют? Не слежу. А эти скачки как-то отражаются на вашей жизни? Потому что кто-то говорит, кто-то там меньше стал в отпуск ездить, кто-то какие-то зарубежные покупки стал меньше делать. Вы как-то почувствовали вообще, что все прыгает? Не отражаются. Я зарабатываю в рублях и трачу в рублях. Но если бывает, что нужно потратить в валюте, это не такую часть занимает моего бюджета, чтобы я из-за этого переживал. Единственное, меня волнует еще раз. Я вернусь еще раз к проблеме правительства. У нас просто правительство страны, люди, которые сидят и следят за стоимостью нефти и за курсом доллара. А нужно заниматься непосредственно экономикой страны. А курс доллара и стоимость нефти уже для них должно быть какое-то, иметь значение, ну такое боковое. Эти люди уже три года занимаются только тем, что следят за стоимостью нефти и за курсом доллара. А заниматься они должны совсем другими вещами. Я думаю, что всех их надо отстранить, чтобы они просто со стороны сидели и смотрели, а почему они это делают? Видимо, их-то деньги точно лежат в валюте, поэтому они очень внимательно за этим следят. Тем, кто в рублях, не стоит вообще беспокоиться. Абсолютно. А вот о местных бюджетах, о местных я имею в виду, о тех, что лежат в кармане. Кировстат информацию предоставил о том, что средняя зарплата в Кировской области составила 21 тысячу рублей. Это данные за 2015 год, а в декабре позапрошлого года Кировстат приводил данные по 2014 году 22 тысячи 795. То есть это был, в свою очередь, рост относительно 2013 года на 10 процентов, а тут мы видим падение. Оно в этом году, на ваш взгляд, продолжится? При такой экономической политике может упасть еще. А в каких сферах могут потерять больше всего? Смотрите, зарплата ведь растет, в торговле могут потерять, я думаю, что зарплата ведь растет когда? Когда есть продукт, который продается, когда растет производительность труда. Когда эти вопросы, то есть те или иные отрасли, как развивать, как развивать производительность труда, когда руководство страны на эти вопросы вообще никакого внимания, кроме констатации, не обращает, то очевидно, что тенденции, раз их никто не собирается проломлять, они продолжаются. Соответственно, получается, что люди от этого страдают. Поэтому я думаю, что эта тенденция может сохраниться. Падение реальных доходов может быть налицо. И последний уже, наверное, на сегодня вопрос. В прошлом году, осенью, в сентябре, если я не путаю, после того, как администрация города Кирова провела через Координационный совет предпринимателей сохранение повышенных ставок на 2016 год по налогу, вы вышли из состава совета при главе администрации, не просили вас вернуться? А зачем? Ну, в центре кадры никто не разбрасывается. Ну, спасибо, конечно, за вашу высокую оценку. Это мне очень нравится. Я люблю, когда меня хвалят и много-много хвалят. Но вопрос в том, что, если вы читали последнее высказание в интернете Саламатова... Нет, к сожалению. От аппаратической комиссии он там писал. Речь идёт о том, что эти комиссии созданы для того, чтобы они всегда сказали, а у нас есть такой координационный совет. Вот закон сказал, что нужно такой координационный совет. Мы его создали. А уж выполняет он свою функцию или нет, это уже дело второе. То есть у нас уникальная страна. Мы не только богатые, сильные и так далее. У нас страна, имеющая практически все институты для эффективного управления страной. У нас есть всё. У нас есть даже координационный совет по поддержке предпринимательства к главе администрации. Но то, что администрации и его главе, депутатам и главе города наплевать на мнение этого координационного совета, и они его не учитывали и учитывать никогда не будут, это вопрос второй. Только вопрос в том, что хотят ли специалисты, эксперты, если они настоящие мужики, мужчины, в конце концов, быть в этих комиссиях? Для чего? Для того, чтобы поздороваться лишний раз там с руководителем, пожать руку, так можно на улице это сделать. То есть вам такая работа не нужна? Мне абсолютно. Я хочу, чтобы там была дискуссия, я хочу, чтобы там принимались решения, я хочу, чтобы эти решения как минимум серьёзно рассматривались. Понимаете? А не так, что я высказал мнение, они сказали, да, ваше мнение, да, ладно. А вот в моём магазине, условно говоря, всё хорошо, но в твоём магазине может быть и хорошо, ты там бывший представитель органа власти там. А в другом магазине и в других магазинах, то есть я сегодня знаю, что люди, я тогда говорил, и сегодня ситуация такая, что во многих магазинах у предпринимателей и малого бизнеса ситуация очень тяжёлая. То есть кто-то уже закрылся, а кто-то балансирует на грани убытков. А ведь у них тоже люди работают. Ну, будем надеяться, что все эти многочисленные институты рано или поздно у нас заработают. Если только люди этого захотят. То есть если люди почувствуют... Все те, кто сами входит в институты, наконец начнут работать, а не просто сидеть там. И не только в своих интересах, а в интересах страны. В студии была Дарья Токузлеева и мой гостью, директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа» Ази Загаев. Всем спасибо, до свидания.